Как обеспечить туристам безопасность, сегодня обсуждали на совместном заседании Антитеррористической комиссии Краснодарского края и Республики Крым. Провели его главы двух регионов Вениамин Кондратьев и Сергей Аксёнов. В своих выступлениях они отметили, что в будущем пассажиропоток между субъектами будет только расти. За безопасность людей и объектов строительства отвечает власть. А для людей власть это и органы власти, и неважно это стороны Крыма или стороны Краснодарского края, это и прокуратура, это и полиция. Поэтому давайте здесь не будем делиться компетенцией, ответственностью или кто должен за что-то отвечать. Мы все вместе должны сегодня отвечать за безопасность. Кто бы что ни говорил, сегодня у нас общий турпоток. Это мое глубокое убеждение, что мы выиграем вместе и Крым, и Краснодарский край, если мы не будем делить туристов. Наоборот, мы должны создать им комфортные условия для того, чтобы они быстро и качественно перемещались из Краснодарского края в Крым, а из Крыма в Краснодарский край. Спасибо большое. Всегда понимание со стороны коллег есть. Хочу сказать, Краснодарский край – настоящие для нас друзья и партнеры. И вот никогда нигде ни в чем не видим никаких проблем. То есть как бы в телефонном режиме там решаются все вопросы. Так и должно быть, коллеги. Поэтому всем рекомендую тем же способом дальше двигаться. Для увеличения пропускной способности паромной переправы добавили количество пунктов контроля багажа туристов. Организованы четыре линии для досмотра пешеходов и пассажиров автобусов. Отдельно обсудили вопросы безопасности топливно-энергетической инфраструктуры и строительства моста через Керченский пролив. У Краснодарского края и Республики Крым много точек соприкосновения. Вопросы транспортной безопасности, энергетической безопасности связывают нас как никогда. Это ведь и экономическая стабильность наших регионов, и не только экономическая. Это и социально-бытовая стабильность. Если хотите, даже политическая стабильность. Добавлю также, что это первое совместное заседание антитеррористических комиссий и оперативных штабов регионов. Продолжение следует...